Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Экскурсия в спецподразделения и военные почести павшим героям. День защитника Отечества отметили в Сочи. В Лазаревском к благоустройству готовы 4 участка. А теперь только от решения самих сочинцев зависит, что в итоге получит район. Ремонт спортшколы на улице Поярка завершат в мае. Такие сроки сегодня были озвучены главе города. В Сочи прошли соревнования сразу по двум видам спорта. Международный турнир Лига чемпионов собрал 40 взрослых и уже титулованных атлетов. В минувшие выходные страна отметила День защитника Отечества. Оружейные залпы в честь праздника прогремели в Краснодаре. Тысячи горожан утром пришли на площадь памяти героев. К вечному огню они несли красные гвоздики. Отдать дань памяти и уважения погибшим защитникам Отечества приехал и глава Кубани Вениамин Кондратьев. В церемонии возложения венков участие приняли также председатель краевого законодательного собрания, вице-губернаторы, представители городской власти и руководители силовых структур региона. Погибших почтили минутой молчания. Затем военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона прошли торжественным маршем. Боевые летчики и летчицы, будущие покорители неба, в канун Дня защитника Отечества принимали поздравления. В гости к курсантам Краснодарского авиационного училища приехал глава региона Вениамин Кондратьев. Для губернатора провели экскурсию по учебному заведению, а после в неформальной обстановке он пообщался с курсантами. Расскажут наши краснодарские коллеги. Распорядок дня строг, как в армии. После общего построения развод на занятия. Не меньше четырех учебных пар и несколько часов самоподготовки. Сегодня в стране это единственное высшее училище, которое готовит военных летчиков всех родов авиационных войск. Первые три года курсанты студируют теорию и только потом переходят к практике на авиабазах. Ни одного случайного студента поступить в летку по ошибке или без подготовки просто не получится. У многих ВВС России служили отцы и деды. Поэтому кто такой защитник отечества, курсанты училища имени Серова, знают не понаслышке. Защитник отечества это прежде всего патриот своей страны, готовый несмотря ни на что пожертвовать даже собой во имя Родины и приложить все свои усилия для исполнения поставленной боевой задачи. Так самоотверженно служил небу Роман Филиппов. Выпускник авиационного училища погиб во время выполнения боевой задачи в Сирии. Имя пилота теперь навсегда вписано в историю летки. В музее боевой славы практически по крупицам собраны все победы бывших курсантов. Об их подвигах сегодня рассказывают Вениамину Кондратьеву. Вот, например, осколок американского бомбардировщика, который в 73-м году во Вьетнаме сбил выпускник летного училища Фам Туан. За 80 лет учебное заведение воспитало сотни настоящих героев. Первый выпускник героев. И это все-таки кто? Мы считаем, это Алексей Петрович Моресьев. Он тоже выпускник? Выпускник Моресьев. Выпускник 40-го года. Алексей Петрович Моресьев. Государственского союза. Да. Это книга «Поиси нас с этим человеком» в следующем зале. Это выпускник нашего училища. Новая страница в истории училища началась в сентябре прошлого года. На первый курс военных летчиков были зачислены девушки. Более чем из 200 претенденток строгий отбор прошли только 16. Четверо – из Краснодарского края. Несмотря на скептический настрой однокурсников парней, девчонки уже смогли проявить себя. Например, автомат Калашникова на время многие собирают быстрее норматива. К сборке оружия приступить. 21 секунда. Оценка отлично. Ну что? Главное, чтобы ты кушать не научилась готовить. Это очень важно. Я просто я говорю, потому что в любом случае будет супруг. И он будет очень хотеть. Главное, чтобы ты не автомат хорошо разбирала и самолет пилотировала, а был очаг. Но пока эти девушки – курсанты, для них нет никаких поблажек. Занятия одинаковые для всех, а задания не делят по половому признаку. Хоть иногда и хочется быть настоящей леди, легкий макияж здесь никто не запрещал. Теперь задумывается, нужны ли им святы на 8 марта. А какой праздник? 23 февраля. Ну, потому что я связала свою жизнь с военной службой, и она будет на протяжении всей моей жизни. А 8 марта – это… Сейчас в военном училище имени Серова 2,5 тысячи курсантов. Это будущие летчики-истребители, штурмовики, бомбардировщики, пилоты дальней авиации и морской ракетоносной. Сразу после школы им пришлось принять непростое решение и пойти на военную службу. Глава региона поблагодарил студентов за достойный выбор. Многие выбирают другой путь, и ваши сверстники, они идут в гражданские вузы, что по себе тоже, естественно, хорошо. Но отдать свою судьбу служению Родине – это, конечно, очень серьезное решение. А вы его приняли в свои 17-18 лет. Я вас хочу поздравить с наступающим Днем Защитников Отечества. Это юбилей, это ваш прямой праздник. Я еще раз хочу сказать, что долг каждого – и ратным подвигом, и добросовестным трудом защищать свое отечество, свою страну. Вы это делаете в офицерской форме, а все остальные – в гражданской. Но задача у всех одна – защита своего отечества. Чтобы все понимали, что Россия есть, Россия была и Россия будет великой, мощной державой. А эти курсанты – лучшие из лучших. Многие из Краснодарского края. В преддверии праздника для них немного изменили строгий распорядок дня. В неформальной обстановке будущие летчики смогли пообщаться с губернатором. И пусть у них еще нет боевого опыта, зато они полны отваги и в любой момент готовы встать на защиту Родины. Сила духа всегда отличала наш народ от других народов. Безграничная любовь, до самопожертвования. Я уверен, что в каждом из вас это тоже присутствует. Притом не в большей или меньшей степени, а в большей степени. Поэтому, безусловно, современнейшее нужно оружие. Конечно, мы живем в современном мире. Мы должны быть современными. Должны быть на современных самолетах, безусловно. Но силу духа никто не отменял. Это главное. Это главное. Какой бы ни был самолет, как бы он ни был оснащен, тот, кто им управляет. Если в нем есть этот стержень, в нем сидит герой потенциально. В нем сидит изначально победитель. Все. А можно управлять сверхсовременнейшим самолетом, а не обладать этими качествами. И это бой изначально проигран. Не сдаваться ни в бою, ни в жизни. Это главный принцип каждого военнослужащего нашей страны. И придерживаются его даже самые юные курсанты Краснодарского высшего авиационного училища. А значит, наше мирное небо под надежной защитой. Мария Крошина, Елена Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар. Прошли через боль, холод и усталость. Бойцы крылатой гвардии из Новороссийска завершили супермарафон и вернулись на базу. 7-й гвардейско-десантно-штурмовой дивизии. Сегодня с участниками уникального патриотического марафона встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил бойцов, отметив их мужество и героизм, с которыми солдаты сражаются за родину. И наградил участников маршрута именными часами. Я благодарен вам, товарищи солдаты, за то, что вы прошли этот марш-бросок. У вас был самый сложный промежуток, 1300 километров вы прошли. И вы смогли выстоять, вы смогли преодолеть все трудности и продемонстрировать свои лучшие человеческие и профессиональные качества. И я уверен, те, кто прошел этот марш-бросок, смогут выполнить любую боевую задачу, которую перед вами поставит Родина. Вы должны понимать и знать ту память о наших ветеранах, о тех победах во время Великой Отечественной войны. О кунниковцах мы должны помнить, знать и передавать своим детям последующим поколениям. Потому что из этой памяти исходит и сущность сегодняшней нашей жизни, смысл жизни одного единого великого народа, народа-победителя. Не на словах, а на деле. После торжественной церемонии офицеры продемонстрировали элементы армейского рукопашного боя и стрельбы. Напомню, беспрецедентный марш-бросок был приурочен к 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, вековому юбилею Рязанского училища ВДВ и столетию Красной Армии. Большую часть пути офицеры преодолели бегом, а на лыжи встали только в заснеженной местности. В шести городах бойцы делали остановки, встречались со школьниками, возлагали цветы к воинским мемориалам. День защитника Отечества отметили и в Сочи. 23 февраля исполнилось 100 лет со дня создания Красной Армии. Эта дата и стала отправной точкой современного праздника. Во время торжества отмечали преемственность традиций вооруженных сил многих поколений. На территории учебной части по подготовке спецназа в этот день могут находиться не только военные. На митинг в честь Дня защитника Отечества пригласили школьников, воспитанников военно-патриотических клубов. Здесь обучают бойцов спецподразделений со всей страны. Но и работу с детьми офицеры считают важной. Проводим уроки мужества, на различные праздники проводим то же самое, выставку оружия, показательные выступления спецназа проводим. Стараемся активно участвовать в жизни города, в торжественных мероприятиях. Отличившимся вручили награды, передали поздравления от коллег из других регионов России. Несколько раз в году на мемориал воинской славы приходят тысячи сочинцев. День защитника Отечества один из них. И здесь немало детей и подростков. В городе Сочи действительно, особенно в последнее время, военно-патриотическому воспитанию молодежи уделяется огромное внимание. Мы готовим настоящих защитников Отечества. Мы видим, с каким трепетом наши дети, наша молодежь стоят на вахте памяти у наших мемориалов. Солдатам и офицерам Великой Отечественной войны, которые покоятся на этом мемориале, отданы воинские почести и тысячи цветов от жителей Сочи. Дельфин особого назначения, так можно сказать, о главном экспонате выставки в Ривьерском дельфинарии. Использовать этих животных в военных действиях, а также морских львов, было предложено еще больше ста лет назад, например, для поиска морских мин. Дельфин подплывал с помощью эхолокатора, который находится у него в голове за костями черепа. Дельфин просвечивал пространство перед собой и по возвращающемуся звуку у него в мозгу формировалась картинка, он понимал, где находится мина. Он подплывал к этой мине и сбрасывал с носа специальный колпак. Как правило, это был колпак желтого цвета и на спине у него крепился буй. Когда колпак сбрасывался, буй всплывал и наши минеры-саперы видели, что здесь находятся мины. Кроме того, дельфины не раз доказали, что могут быть прекрасными спасателями. Выставка открыта ко Дню Защитника Отечества, но работать она будет несколько недель. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Спасибо за любовь к родине. Слова благодарности накануне Дня Защитника Отечества звучали в адрес тех, кто посвятил себя военно-патриотической работе. Бежевая форма, красные береты. Юноши и девушки в такой форме уже не вызывают удивления на городских мероприятиях. За полтора года Всероссийское движение Юнармия объединило в Сочи 800 молодых горячих сердец. Отряды, созданные в 37 школах курорта и 4 среднеспециальных учебных заведениях. К сожалению, в 90-е годы утеряно было военно-патриотическое воспитание. И теперь мы вынуждены через детей воспитывать их родителей, которые росли в 90-е годы. И вот теперь дети воспитывают родителей, приводят их на мероприятия. Понимаете? У детей востребованность. В Юнармию никто не пришел в силу воли. Все идут добровольно. Руководители штаба Юнармии в числе тех, кто получил благодарность из рук главы города. В этом зале и те, кто не имеет регалий чинов. Вдова героя СССР Фаина Малышева после смерти мужа продолжила его работу. И сегодня она активный участник уроков мужества в школах. Вы знаете, я обращаюсь к молодежи. Дорогие ребята, вы последнее поколение, которое может видеть участников живьем, участникам Великой Отечественной войны. Вы потом будете рассказывать своим детям, внукам. Да, я видел, я общался, я сидел. Пожалуйста, не пропустите это. Из рук главы города ветераны, ведущие патриотическую работу, получили знак признания и почет сочинцев. Есть такая специальность, есть такая профессия – защищать свой народ. Вы достойные представители этой профессии. Мы преклоняемся перед теми, кто честно и преданно служит Родине. Дорогие ветераны, вы совершили в годы Великой Отечественной войны ратный подвиг, после военное время трудовой подвиг. Но самое главное, мы вместе со всеми вот сидящими в этом зале совершили в 90-е, начале 2000-х годов и сейчас – это нравственный подвиг. Это о том, что снова мы говорим и гордимся нашей страной. Мы не боимся произносить слова «патриотизм». Мы не боимся говорить, что мы любим нашу Россию, Родину. Результат военно-патриотических месячников, да и вообще огромной работы на этом поприще, заметены социологам. На собрании озвучили итоги недавнего всероссийского соцопроса. Больше 70% жителей России хотели бы видеть своих родных военными. В Лазаревском районе к благоустройству готовы четыре участка. Два уже существующих сквера и два совершенно новых проекта. С каждым из них жители познакомили детально. А теперь только от решения самих сочинцев зависит, что в итоге получит район. Сквер Кирово – тихий зеленый уголок, где любят собираться шахматисты и художники. Жителям Лазаревского хотелось бы вдохнуть в него вторую жизнь. Архитекторы выслушали пожелания и предоставили свое видение проекта. В новом сквере предусмотрены отдельные тематические зоны для шахматистов и художников, небольшая эстрада, где смогут выступать оркестры. При необходимости ее легко превратить в лектории под открытым небом. Ведь рядом находится районная библиотека. Никаких торговых объектов, только скульптуры, лавочки и детская игровая зона. В целом предложения, которые подготовлены сегодня администрацией, архитектурой, они очень интересны, очень современные и находят свою поддержку у населения, потому что никто не высказал, что против, здесь это не надо. Еще один сквер, который предложено реконструировать – это сквер Адоевского. Отсюда, собственно, начался сам поселок Лазаревское. Поэтому и проект весь выдержан тематически. Даже игровые элементы предложено сделать в виде крепости. Кстати, с обустройством детской площадки вызвались помочь жители соседних домов. Выездные и общественные слушания провели не только в уже существующих скверах. Как пример, пустырь на улице Тормахва. Рядом многоэтажный комплекс. Предлагается разбить тут сквер с молодежной тематикой, с велодорожками, спортивными площадками и озеленением. Четвертый предложенный проект – 800-метровая набережная вдоль реки Псизуапсе. На набережной будут сделаны автостоянки. Основной пешеходный маршрут будет представлять собой дендропарк с кодом Лазаревской, где будет сосредоточено в каждом квадрате природа Лазаревской. Это сад камней, деревянные скульптуры, инсталляции деревянные. Четыре проекта готовы, но это не значит, что все в этом году будут реализованы. Выбрать два наиболее нужных району варианта должны сами жители. Для этого во время выборов президента всем пришедшим на участки выдадут еще и бюллетень от программы «Комфортная среда». 18 марта будет определение, за какую из территорий предложенных люди проголосуют. То есть самая главная интрига, из-за чего сейчас это происходит, все это будет касаться людей. Если вы хотите, чтобы на ваших территориях появлялось благоустройство, приходите и за это голосуйте. И для этого же делаются эти обсуждения. В целом в этом году Сочи получит 8 новых скверов, по 2 в каждом районе. Сразу после определения лидеров народного голосования проекты будут отправлены на экспертизу с учетом пожеланий от местных жителей. Непосредственно на месте работы начнутся во втором полугодии. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ремонт спортшколы на улице поярко завершат в мае. Такие сроки сегодня были озвучены главе города. Мэр Сочи Анатолий Пахомов сегодня оценил строительные работы во второй спортшколе. Там капитально ремонтируют зал и бассейн. Кстати, такого ремонта учебное заведение не видело более полувека. Я хочу сказать, что строители работают с опережением даже дорожной карты. И, как они пообещали, к 18 марта, к дню выборов, они фасадные работы все закончат. И уже этот объект, который 65 лет не ремонтировался, будет украшением города. Ну а внутренние работы в школе завершат к 1 мая. В обновленном здании будут заниматься юные пловцы, баскетболисты, волейболисты и гимнасты. Также сегодня Анатолий Пахомов оценил благоустройство центральных улиц курорта. Город продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу. На курорте определили 73 улицы, которые входят в маршрут гостеприимства. К их санитарному состоянию будет приковано самое пристальное внимание и мэрии, и городских служб. В Сочи на очистных сооружениях в Зугу заканчиваются работы по вводу в строй третьей линии аэротенков, в которых происходит биологическая очистка стоков. Из трех предусмотренных проектом линий до настоящего времени действовали только две, что позволяло пропускать через очистные лишь 40-45 тысяч кубометров стока в сутки. Сейчас специалисты на дне емкости глубиной 12 метров монтируют системы аэрации, через которые будет подаваться кислород. В насыщенной этим газом среде специальные бактерии эффективно перерабатывают поступающие на эти сооружения канализационные стоки центрального и частично Хостинского района Сочи. В результате очищенная жидкость отправляется во вторичные отстойники. А еще один продукт этого биологического процесса – аиловый осадок на дальнейшую обработку. В течение первой недели марта монтаж системы аэрации будет полностью закончен. К середине марта после необходимых испытаний третья линия аэротенков будет запущена в эксплуатацию. В результате на этих очистных сооружениях канализации можно будет перерабатывать до 70 тысяч кубометров стока в сутки. К другим новостям. Болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу, могут освободить от уплаты курортного сбора. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Власти Кубани уже обратились в законодательное собрание края с таким предложением. Глава региона выразил надежду, что кубанские парламентарии поддержат эту идею, и курортный сбор будет введен после проведения чемпионата, то есть с 16 июля 2018 года. Напомню, что эксперимент с курортным сбором в России стартует с 1 мая. Для отдыхающих на Кубани он составит 10 рублей с человека в сутки. Если отталкиваться от федерального закона, от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. У болельщиков же такого права нет. Также нельзя забывать, что в состав делегации войдут и представители СМИ, персонал, участвующий в подготовке и проведении чемпионата. Все они также обязаны платить сбору. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Краснодарский край приедет множество делегаций, в том числе иностранных. Она попримет команду из Дании, Геленджик, команда Исландии и Швеции. Краснодар станет базой для размещения команды Испании, Сочи, команд Бразилии и Польши. Сочинцы помогли поймать нарушителей природоохранного законодательства. Момент незаконного отвала строительного мусора в Адлерском районе попал в объектив камеры одной из его жительниц. В итоге нарушитель был задержан и сегодня приглашен в администрацию Адлера на профилактическую, но очень жесткую беседу с главой района и полицейскими. Расскажет Ольга Десятого. На этих кадрах, снятых камерой мобильного в селе Черешня, видно, как молодые люди средь бела дня выгружают мешки со строительным мусором прямо на обочину. В кадр попадает и тот, кто организовал такой несанкционированный отвал отходов. Вдительная Сочинка зафиксировала и автомобиль с хорошо читаемыми номерами. Оперативно буквально в течение часа нам дали полностью всю информацию по данному транспортному следствию, по собственнику и по данному жителю. Значит, на следующий день уже в 9 утра он был в сельской администрации. А сегодня приглашен уже в администрацию района на жесткий разговор с главой Адлера и полицией. Нарушителем оказался житель того же села Черешня, который не постыдился мусорить прямо там же, где живет. «Больше не повторяйте. У меня уже договор есть. Я знаю, как надо это все сделать». Договор с Сахом на вывоз строительных отходов Лерник Чахалян заключил уже после того, как был пойман. И сразу на следующий день вместе с теми же друзьями очистил всю территорию от мусора. То же самое пришлось делать и Алексею Иванову. Вот такую свалку он устроил в Кудепсте. Целая гора строя отходов была выгружена на муниципальной земле. Сегодня она уже ликвидирована. Нарушитель также был приглашен на профилактическую беседу. Впрочем, просто беседой все не ограничится. Полиция уже завела административные дела. Эти факты необходимо сообщать всегда в полицию. Гражданам нужно разъяснять непосредственно жителям города, в районах. Увидели факт отвала, строительный, будь это мусор, либо бытовой мусор, значит не вызывать полицию. На месте будет обязательно оценен нанесенный городу или природе ущерб. И если он превысит 250 тысяч рублей, то на таких нарушителей будут заведены уже уголовные дела. Кстати, подобные совещания в администрации Адлера решили сделать еженедельными. Активнее начнут работать и специально созданные мониторинговые группы. Обязательно сотрудник полиции, обязательно сотрудник администрации. Также присутствуют ТОСы. Также у нас работает и активное население наше. Конечно же, эту работу мы будем сейчас вести еженедельно. Тем более, было поручение Пахомова Анатолия Николаевича именно по наведению санитарного порядка в сельских округах. А, к сожалению, данные факты у нас очень часто и густо происходят именно в сельских округах. Работа будет активной, а наказание за каждое нарушение жестким, подчеркивают в администрации. Кстати, по статистике, в ходе каждого субботника только в Адлере вывозят более 20 тонн неучтенного мусора. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи прошли соревнования сразу по двум видам спорта. Одновременно на татаме и борцовских коврах спорткомплекса Александра Карелина состязались вольники и дзюдоисты. Открытый международный турнир Лига чемпионов на призы чемпиона мира Сажида Сажидова и олимпийского чемпиона Арсена Галстяна собрал 40 взрослых и уже титулованных спортсменов. Событие сразу назвали грандиозным. Впервые вот так, плечом к плечу, спортсмены, представляющие два разных вида спорта, одновременно вышли на соревновательную арену. География турнира простирается от берегов Финского залива до Центральной Азии. 40 участников прибыли из Ленинградской, Московской, Волгоградской, Кемеровской областей, из республики Тыва, Дегей, Ингушетии, Дагестана, Грузии и Армении. Здесь же спортсмены из Краснодарского края и, конечно, сочинцы. Все-таки это первый турнир имени нашего знаменитого и первого олимпийского победителя под жидо Арсена Галстяна. Нам это приятно и отрадно, что он проводит этот турнир в этом комплексе единоборств, потому что, в принципе, вся команда и он, в частности, готовились и здесь. Флагманы турнира Арсен Галстян и Сажит Сажидов отметили, что одновременный турнир по двум видам единоборств – это знак спортивной дружбы. Что же касается выбранного места, то спорткомплекс имени Александра Карелина для единоборцев – дом родной. Участвуют и чемпионы Европы, и призеры Европы, и мира, и чемпионы России. То есть состав очень даже неплохой. И надеемся, что у нас будет становиться еще больше соревнований, еще больше, и весна в дальнейшем еще много будет приносить пользу для нашей страны, для наших, особенно, борцов, чтобы достигали высоких вершин на Олимпийских играх. Два вида спорта одновременно проходят соревнования. Я думаю, такого формата я не видел. Это такие турниры, такие мероприятия, которые сближают, где люди знакомятся друг с другом, видят ту культуру, можно сказать, спортивную, каждого вида спорта. Поэтому, я думаю, мы получим хорошие комментарии, эмоции. В ходе напряженных схваток и жарких судейских споров победители и призеры Лиги чемпионов все же были выявлены. В дзюдо золотую медаль завоевал Альберт Мангуш из Тывы. Вторую ступень почетного пьедестала занял Сахават Гаджиев из Екатеринбурга, а бронзу между собой разделили Савва Каракизиди и Сергей Абьян. В вольной борьбе своих болельщиков и тренеров порадовали борцы из Дагестана. Даурен Куруглиев, занявший первое место, и Алихан Жабраилов, серебряный призер турнира. Бронза досталась Адаму Гагееву и Игорю Саркисяну. Помимо медалей и почетных грамот, все участники международных соревнований получили памятные кубки и денежные сертификаты. Ну а сам турнир Лиги Чемпионов станет еще одной доброй традицией. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.